В эфире самая показательная среди вращательных и самая вращательная среди показательных рубрик программы Галилео, которая называется ЭКСПЕРИМЕНТЫ Друзья, сегодня два вопроса я буду изучать, которые до сих пор меня мучают Первый, что Земля круглая, раз! Извините И второй вопрос, что Земля вращается, два! Дело в том, что, чтобы понять, что Земля круглая, нужно либо взять билет в космос Всего-то 20 миллионов долларов заплатить и полететь, да? И убедиться, что она круглая, посмотрев на нее издалека Либо пешкодралом обойти ее всю вокруг Только таким образом можно доказать себе, что Земля круглая А вот то, что она вращается, это можно доказать, не сходя с места С помощью чего? С помощью вот этого замечательного прибора Это модель маятника Фуко в масштабе 1 к 10 Которую собрал наш великий левша Алексей Иванченко одной правой рукой Друзья, в чем смысл? Если мы возьмем... Вот это обыкновенный песочек, видите, песочек, да? Из-под котика Вот здесь обыкновенный маятник Маятник на обыкновенной веревочке В конце маятника маленькое острие, которое рисует по этому песочку То, как двигается маятник И если маятник мы просто аккуратненько запустим То мы видим, что плоскость колебаний маятника неизменна Маятник спокойно колеблется На него не действуют никакие силы, кроме как силы тяжести И поэтому мы с вами видим прямую, которую рисует острие этого самого маятника Но! Если система, на которой закреплен маятник, будет вращаться То что происходит? Маятник начинает рисовать красивые фигуры Похожие на... похожие на цветок И именно благодаря вот этим фигурам, похожим на цветок Мы с вами и можем определить, что система вращается А вот эти вот размеры лепестков говорят о угловой скорости вращения этой системы В 1851 году в Париже Вот этот Фуко, а звали его Жан Б... Жан Б... Жан его звали Вот он, короче говоря, таким же образом сделал длинную-длинную нитку Для чего? Чтобы период колебания был побольше, да? И вот таким же образом на песочке там рисовались красивые фигуры И люди через несколько часов увидели, что плоскость маятника вращается На самом деле плоскость маятника оставалась на месте, а вращалась земля под маятником И таким образом они убедились, что земля вращается Но, друзья, вот интересный момент Этот эффект с маятником Фуко можно увидеть, например, находясь на полюсе нашей земли Потому что тогда, как вы понимаете, под ней мы видим вращение, да? Под маятником будет вращаться земля А если мы с вами будем находиться на экваторе, то под нами земля вращаться не будет Понимаете, да? Вот такого вращения у земли на экваторе нет Есть только вот такое вращение Поэтому, если бы Фуко проводил свой опыт на экваторе, у него бы ничего не получилось Но Фуко был не дурак и свой опыт проводил где? Правильно, в Париже А Париж, как мы знаем, далековат от экватора Красота? Красота Кстати говоря, вращение земли можно использовать и на свое благо Как, например, используют все, кто запускает ракеты в космос И мы запускаем почему-то ракеты ближе к экватору с Байконура Хотя это уже не наша территория И даже американцы запускают почему-то свои ракеты с мыса Канаверал Спрашивается, что у них других мест нет? Нет, друзья Мыс Канаверал находится ближе всего к экватору Почему нужно запускать с экватора ракету? Дело в том, что ракета, запущенная с экватора, уже имеет необходимую скорость Вот такую, покасательную Которую она будет дальше набирать, набирать, набирать И доводить до первой космической скорости То есть, запуская ракету с экватора Мы как бы экономим топливо на то, чтобы разогнать эту ракету покасательной Вот так вот можно использовать вращение земли для космических ракет Раз! И во-вторых, можно просто любоваться красивейшим опытом Который в 1851 году сделал известный всем физик Фуко И который всем известный физик Алексей Иванченко повторил спустя огромное количество лет Но зато как красиво и как эффектно смотрится наш опыт Итак, любуемся еще раз и смотрим программу «Галилео» дальше Завораживает? А то!